МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 12 карагандинских семей шахтерского поселка получили квартиры. Новоселов поздравил Акиму области Нурмухамбет Авдибетов. Космонавтов встретить готовы. Завтра в 6 часов 51 минуту ожидается посадка транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМАС-16М». Экипаж приземлится в 146 километрах юго-восточной Жизказгана. В Карагандинской области стартовал проект «Молодежный кадровый резерв». Государственные органы будут пополняться молодыми специалистами. Обо всем более подробно. 12 карагандинских семей шахтерского поселка получили квартиры. Новоселов поздравил Акиму области Нурмухамбет Авдибетов. На торжественном вручении заветных ключей от квартир побывала и наша съемочная группа. 12 семей новоселов получили квартиры благодаря государственной программе «Доступное жилье-2020». Карагандинцы, получившие арендное жилье, будут выкупать ее постепенно. Договор они уже подписали с акционерным обществом «Казахстанская ипотечная компания». Многодетная мать Жанаржан-Жуманова встала на очередь еще три года назад. Все это время женщина жила у старшей дочери вместе с остальными четырьмя детьми. Сегодня ее переполняет радость. Наконец-то они получили собственное жилье. Сегодня благодаря государственной программе я получила эту квартиру. У меня пятеро детей. Супруг умер. Сегодня исполнилось мое заветное желание. Спасибо нашему государству. Квартира хорошая, комнаты просторные, окна большие. Счастливых обладателей квартир поздравил Аким области Нурмухамбет Авдибеков. Все встречали главу региона традиционным шашу и праздничным дастарханом. Аким пожелал, чтобы с новым жильем в их семьи пришел достаток, мир и спокойствие. Также он поздравил собравшихся с 20-летием деятельности Ассамблеи народа Казахстана и 550-летием образования казахского ханства. Семья, когда имеет крышу над головой, когда имеет свой кров, она получает полное ощущение семьи, полное ощущение своего дома, благополучия и может составить планы на будущее. Аренда жилья за один квадратный метр недвижимости составляет около 800 тенге. Жильцы будут выплачивать ипотеку 20 лет. Участниками программы могут стать также семьи, имеющие или воспитывающие детей инвалидов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, оралманы, военнослужащие и сотрудники специальных государственных органов. Аймаврина Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Жителям двух микрорайонов Майкудука подарили новые детские и игровые спортивные площадки. Работы по благоустройству начались совсем недавно, но результат превзошел ожидания детворы. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков отметил, что таких современных дворов в скором времени будет больше. Все подробности у Аймаврины. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков посетил новую спортивную площадку. Акимобласти поздравил юных футболистов и даже отметил одного из них. Да, вот этот молодой человек стат. Молодец, зажди, похлопали. На дворовых территориях в микрорайонах Одина и Восток-3 сегодня полно детворы. Смех, улыбки и радостное настроение не только у малышей, но и у взрослых. И взрослые, и дети очень рады. Иногда выходили, когда одна-две качели, мы ждали очередь, детей по очереди катали, чтобы им не обидно было каждому. А тут мы сейчас довольны. Большое спасибо нашему правительству. Не скрывали свою радость и детишки. Алия Турмуратова охотно рассказала о своих впечатлениях. Тут была не очень такая площадка, а потом, когда уже все появилось, уже все дети рады. И мы тоже, мы с утра и до вечера будем все тут играть. Больше всего мне нравится туда поле, качели, все нравится. Я всегда буду кататься на этих качелях, всегда буду играть на поле. Слава благодарности решили выразить и представители дворового клуба. Говорят, новые качели и горки помогут правильно организовать досуг молодежи. Сегодня у нас в дворе настоящий праздник. Открывается площадка спортивная и игровая зона для детей. И наши дети теперь будут играть здесь игры, футбол и, конечно же, проводить свободное время. Ознакомившись с детскими площадками, Аким области Нур Мухаммед Абдебеков пожелал ребятам успехов и удачи. Уважаемые жители этого двора, уважаемые жители микрорайона Майкудок, уважаемые жители Октябрьского района, Карагодицы в целом, от всей души поздравляю вас с этим нашим совместным праздником. Я хочу, чтобы у вас в домах был всегда достаток, радость, веселье, благополучие. Помимо новых дворовых площадок, в этих районах Майкудока еще предусмотрено асфальтирование дорог, установка тротуаров и бордюр, опор освещения, беседок, а также урн и скамеек. Кроме того, будут построены стойки для очистки ковров в площадке «Стритворкаут», где все желающие смогут заниматься уличным фитнесом. А имам жена Ужас Габасов Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Подвели итоги. Первый заместитель Акима области Салбек Дюсюбаев встретился с руководителями всех областных управлений и департаментов, а также Акимами городов и районов. На встрече, проходившей в режиме видеоселектор, обсуждался социально-экономический показатель по Карагандинской области. Участниками заседания были озвучены результаты социально-экономического состояния за 8 месяцев текущего года. По словам селекторов, с начала года в области отмечается положительная динамика. Об этом подробно рассказала руководитель управления экономики и финансов Карагандинской области Ольга Чернявская. Несмотря на усложнение ситуации в мировой экономике, итоги социально-экономического развития области сохраняют положительную динамику. Так, по итогам 8 месяцев производство промышленной продукции составило 829,8 млрд тенге. Индекс физического объема с ростом на 8,2%. Объем обрабатывающей промышленности 607,2 млрд тенге. Индекс физического объема 112,1%. После короткого анализа оценку состояния социально-экономического развития заместитель Аким оценил с положительной стороны. Радует то, что сохраняется положительная динамика производства на продукты питания, как мясо, молока и яиц почти на 4%. Также увеличился рост показателя строительных работ и ввода жилья. Самое главное, наблюдается рост промышленного производства на 8,2%. Также растет объем валовой продукции сельского хозяйства. По вводу жилья у нас, в принципе, все расписано до конца года. И по итогам года мы должны достичь заданных параметров. По остальным, другим, у нас резервы имеются. Я думаю, что те запланированные наши по каждому показателю планы мы должны выполнить и где-то даже перевыполнить. В целом, за 8 месяцев текущего года по основным социально-экономическим показателям в области участники заседания отметили с положительной стороны и запланировали ряд задач на текущий месяц и следующий год. Фариза Улбаева, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Космонавтов встретить готовы. Об этом сообщили на совещании о готовности сил и средств к поисково-спасательному обеспечению посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-16М». Посадка состоится завтра. Ее запланировали на 6 часов 51 минуту по местному времени. Экипаж приземлится в 146 километрах юго-восточнее Жисказгана. Место приземления признано пригодным. В операции примут участие около 200 военнослужащих. Будут задействованы 14 вертолетов Ми-8 со спецоборудованием на борту, 4 самолета Ан-12, Ан-26 и 15 единиц автотехники. Также будут присутствовать 4 поисково-эвакуационные машины повышенной проходимости. После спуска экипаж будет доставлен в аэропорт Астаны. Там пройдет встреча с президентом страны. Сами астронавты тоже готовы к спуску. По тренировкам по спуску экипаж получил 5 баллов при выполнении ручного управляемого спуска на тренажере корабля. 5 баллов. Бортинженер 1 Могинсен Андриас получил 4,9. Оценки высокие. Заместитель Акима области Андрей Липунов тоже присутствовал на встрече. Чиновник сказал, что Караганда будет рада оказать всяческое содействие и гостеприимство. Каждая такая встреча для нас большое событие, возможность ввести свой вклад в укрепление международного сотрудничества. Однако предыдущие события являются особо значимы. Ведь этот полет – юбилейный 500-й пуск ракет-носителя Загаринского старта с кораблем «Союз». Это и уникальный международный экипаж, который представляет мировой рекордсмен на продолжительность космических маркетинговых россиянин Геннадий Падалко, первый датский астронавт Андреас Могинсен. И, конечно, особенно мы гордимся участием в этой межпланетной экспедиции нашего земляка, казахстанца Айдына Айдына. Космический корабль стартовал 2 сентября в 10 часов и 32 минуты по времени Астаны. В международном экипаже находятся Геннадий Падалко, Андреас Могинсен и казахстанец Айдына Аймбетов. Последнего на месте приземления будут встречать родные. Кстати, с Айдыном Аймбетовым в космосе побывал национальный продукт «Курт». Экипаж приземлится в 146 километров юго-восточнее Жасказгана. Спуск запланирован на 6 часов 51 минуту по местному времени. По окончанию приз-конференции был показан фильм о том, как происходит спуск космонавтов на Землю. Амина Смакова, Исланбек Аспан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В Караганде стартовал второй этап конкурса «Молодежный кадровый резерв». На собеседование были приглашены 58 участников. В ходе конкурса будут отобраны лучшие карагандинские кандидаты для обучения в Государственной академии управления при президенте. Тему продолжит Диана Рамазанова. Арман Бесикеев по специальности геолог. Несколько лет назад окончил КРГТУ. В первую очередь молодой человек после получения диплома отправился работать в Кучейк. Спустя время Арман занял должность председателя Союза молодежи. Узнав информацию о молодежном резерве, подал заявление на сайт. Участник прошел первый тур с успехом. Теперь надеется на победу и во втором. «Этот конкурс я увидел на сайте ЖАСАТАН. Решил попробовать, подал документы, собрал необходимые благодарственные письма, грамоты, рекомендательные письма и выложил. Теперь вот второй этап. Есть небольшое волнение, чувствуешь себя как на экзамене, наверное. Потому что этот проект, я думаю, для меня очень необходим, чтобы развиваться как профессионал». Основная задача проекта – дать понять молодежи, что всегда есть возможность расти и саморазвиваться. Проект реализуется на протяжении пяти лет. В это время более 40 победителей прежних конкурсов уже занимают высокие должности. По итогам второго тура будут отобраны всего лишь два человека. В первую очередь организаторы обращают внимание на квалификационность и знания участников. В конкурсе могут принять участие желающие с 18 до 25 лет. «Основные критерии – это чтобы человек был совершеннолетним, то есть 18 до 29 лет, категория молодежи. Это люди, которые уже имеют рабочие места, которые работают. Есть представление дальнейшего карьерного продвижения. И на основании всех этих ценностей мы их отбираем. Проводим бесплатное трехмесячное обучение на базе центрального аппарата партии «Нарутан». После чего мы направляем на стажировку и в дальнейшем ставим их на республиканский призыв». Победители третьего этапа будут обучать высококвалифицированные кадры. Участники три месяца будут проходить бесплатную стажировку, тем самым увеличивая багаж знаний. После обучения участники попадают в государственный кадровый резерв. Диана Рамазанова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Знак качества. Швы на новом трубопроводе просвечивают ультразвуком. Об этом депутатам городского маслехата сообщили специалисты компании-подрядчика. Отопительный сезон совсем скоро должен начаться в Караганде. И самое пристальное всеобщее внимание сейчас приковано к реконструкции тепловых сетей по программе «Нурлыжол». С конца июля за этим процессом внимательно следят и городские депутаты. Все подробности у нашего корреспондента Сергея Высокосова. Отопительный сезон – один из главных вопросов сессии маслехата на будущей неделе. И реконструкции теплосетей на улицах Гоголя, Ленина и проспекту Абдирова сегодня все интересуются. Совсем скоро грянут холодные дожди, а там и зима не за горами. Чиновники всех рангов здесь днюют в световые будни, чтобы убедиться, что подрядчики успеют в срок. Депутатский контроль, он же партийный. Почти все народные избранники состоят во фракции партии «Нур-Атан» при Маслехате. Секретарь Маслехата с чиновичем прошлым. Опытный хозяйственник сейчас каждый свой рабочий день начинает с визита на участке реконструкции. Поэтому дает рекомендации подрядчику, чтобы не повторили печальный опыт конца 80-х. Вопрос на засыпку подрядчику. Про ту же засыпку. Скоро ли заполнят грунтом траншеи с готовым трубопроводом? Десятый, кстати, с ним есть трубопровод, мы можем, ну, в течение этой недели, мы можем, когда мы заполним трубопровод. Даже, не, положим его, мы начнем обратно засыпку. На десятый день уже, наверное, мы просвальщики. Ну, потом перейдем туда, вот так, частями, частями, придем. Подрядчик не обманул. Вот так выглядели будущие теплосети больше недели назад. А так сегодня. Трубы собираются закрепить на неподвижных опорах, чтобы вернее было. Так они станут набирать большую прочность. Вообще проспект на улице Гоголя подрядчики называют сложным. Исходные данные изменились, поэтому и произошло смещение графиков. Вот здесь вот мы дерево держали три дня, установили ограждение, поступало быстро, и мы ее зальем. И вот, как видите, с правой стороны весь этот провод, он уже в наличии, и находится подсварка. Однако и здесь уже видны подвижки. Чтобы убедить депутатов в прочности сварных швов и отсутствии пустот, подрядчики рассказывают, что контроль ведется ультразвуковой просветкой. Техника дошла. Депутат Толеген Ашимов – опытный строитель. Он также заведует Ассоциацией застройщиков области. Его рекомендации тоже пришлись кстати. Все замечания подрядчик воспринимал с достоинством и чувством юмора, понимая при этом всю серьезность последствий. Если я не сдам, я с этого рынка скину. Следующий объект – на проспекте Абдирово. По проекту здесь было предусмотрено вскрытие асфальта. Для того, чтобы не нарушать дорожное покрытие, подрядчики решили пойти на увеличение своих затрат и действовать методом проколов. Обещают к концу сентября закончить здесь все работы. Акимат и Теплотранзит тщательно следят за всем этим. На сегодняшний день работы по реконструкции тепловых седей ведутся согласно графику производства работ. Монтаж, укладка всех труб, сварка, монтаж комплектующих, строительство тепловых камер, неподвижных опор. Все эти виды работ будут завершены до 30 сентября. Работы по благоустройству планируем завершить до 15 сентября. Гидроиспытания будут проведены отдельной независимой лабораторией, говорят чиновники и подрядчики. С выдачей заключения о соответствии нормативам и только после этого трубопровод примут. После окончания объекта депутаты собрались проводить свой еженедельный мониторинг. А подрядчиков попросили представить сетевой график, так как календарный не дает полную информацию по реализации программы. И чтобы в графике были отражены сведения по окончанию каждого вида работ. Сергей Высокосов, Жасул Аннуспанов, Первый Карагандинский. Тест на проверку грамотности. Карагандинские госслужащие проверили школьников, студентов и специалистов из разных сфер области на знание правописания, правильного произношения и на уровень владения языками. Под пристальным вниманием чиновников сегодня оказались 16 человек, которые решились принять участие в областной олимпиаде под названием Тель Туногойден Каусера. Конкурс проводится ежегодно и цель его – повысить орфографическую грамотность. За грамматикой конкурсантов наблюдала Лариса Хусаинова. Тематикой конкурса стали основные и знаменательные даты этого года. Проверить себя на знание языков решили 16 ребят из Карагандинской области. Каждый уверен в своих силах. Карагандинка Самал Турузбекова уже второй год участвует в состязании полиглотов. Для девушки нет ничего сложного в этом конкурсе, потому что специальность участницы – гид-переводчик. Также конкурсантка хорошо разговаривает на русском языке, а это значит, что есть все шансы на победу. Это даже радует, что у нас есть такие конкурсы, что у нас есть такие олимпиады, которые проводятся среди молодежи для развития их способностей. Я владею тремя языками в достатке. Думаю, эссе написать – это, конечно же, от души. Сделать перевод – это моя профессия. И то, что на русском языке – это тоже то, что я делаю каждый день. Думаю, ничего сложного нет. Областная олимпиада прошла в стенах Карагандинского государственного университета имени Букетова. Организаторами стало областное управление по развитию языков. Участие приняли школьники, студенты высших и средних учебных заведений и работники разных учреждений из городов Сарани, Балхаша, Абайского и Женаркинского районов. В стороне не остались и карагандинские полиглоты. И вот эта сегодняшняя наша олимпиада, она проводится в целях пропаганды многоязычия и культурного проекта «Три единства языков». Также формирование культуры и языковых отношений в целях оказания поддержки одаренной молодежи в совершенстве владеющей тремя языками. По результатам областной олимпиады победитель получит направление на республиканскую. Участники, занявшие первое, второе и третье места, будут награждены ценными призами, а остальные – благодарственными письмами. Здесь цель олимпиады – найти талантливую молодежь, которая владеет тремя языками, также развить патриотизм и на деле показать выполнение политики, языковой политики в республике Казахстан. Ребята пишут эссе на заданную тему на знаменательные даты. Это 50-летие казахского ханства, 20-летие создания Ассамбелия народов Казахстана и 20-летие Конституции Казахстана. Участники областной олимпиады должны написать эссе. После этого идет прямая беседа с членами комиссии. Ребятам потребуется раскрыть предложенную тему и перевести текст. При оценке учитывается правописание, правильное произношение и уровень владения языками. Но самое главное – качество и оригинальность ответов. Лариса Хусынова, Исламбек Успан, Роман Нартаев, Первый Карагандинский. Введен в действие новый стандарт государственной услуги, выдачи информации о сведениях и информационных учетах. Это касается физических лиц. В справке отражаются все имеющиеся сведения в отношении физических лиц, запросивших сведения без учета их погашения. Помимо этого, также есть и информация о привлечении лица в качестве обвиняемого, в том числе и за пределами Казахстана. В данной справке имеются сведения о лице, совершившем уголовное правонарушение, выдаваемом в управление комитетом по правовой статистике и специальным учетом Генеральной прокуратуры. Всех сведений с учетом их погашения и снятия согласно уголовного кодуса. Также следует отметить, что данные сведения не являются непринятием, либо увольнением с работы лица. Высоковольтная подстанция «Новый город» прошла полную реконструкцию и теперь с новым оборудованием будет обеспечивать горожан светом. Как прошли работы, что предстоит еще сделать для потребителей электроэнергии карагандинского региона, решили узнать и наши журналисты. Приятной новостью обрадовала горожан в этом году компания «Караганда-Жарык». После двух лет усердного труда одна из крупных подстанций «Новый город» прошла реконструкцию и готова работать по-новому. Многое уже сделано, если судить по обновленным воздушным, высоковольтным и низковольтным линиям электропередач и установленным новым трансформаторным подстанциям. Произведена замена провода на большее сечение, то есть увеличена пропускная способность, опять-таки дополнительные мощности, дополнительные резервы, дополнительная надежность. Помимо высоковольтной подстанции, обеспечивающей электроэнергией весь центр города Михайловку и более 100 организаций предприятий «Караганды», была произведена реконструкция воздушной линии. «Данная подстанция была введена в работу в 1459 году. И, соответственно, уже все мыслимые сроки, ресурсы, оборудование отработало. Новое оборудование, оно более экологичное, в нем уже нет трансформаторного масла, поскольку сейчас основная... В настоящее время продолжаются работы по переводу электроснабжения потребителей на новое оборудование. Этот процесс планомерен и занимает длительное время. Благодаря реконструкции сетей можно будет подключить дополнительных потребителей и увеличить мощность производственных предприятий. Данная работа была проведена благодаря инвестиционной программе 2011-2015 годов, с помощью которой проводится реконструкция старых подстанций и строительство новых объектов. Фариза Улбаева, Улжатс Габбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганду прибыли дзюдоисты из пяти стран. Их всех объединила общая цель – участие и победа в пятом международном турнире под дзюдо, который стартовал сегодня в спорткомплексе «Жастар». За жаркими схватками следила и Мамрина. В зале спорткомплекса «Жастар» сегодня очень людно. Здесь собрались спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Монголии и Казахстана. Юноши и девушки, которым едва исполнилось 20 лет, решили состязаться за звание лучших и путевку на чемпионат Азии. «Именно эти соревнования сейчас вошли в азиатские рейтинговые соревнования. То есть, азиатские рейтинговые соревнования – это является, получается, здесь будут бороться самые сильнейшие дзюдоисты и дзюдоисты. И, конечно же, кто станет здесь чемпионами, они, соответственно, получают соответствующие баллы. Именно эти баллы нужны именно в рейтинге дзюдоистов на Азии». Спортсмены вели себя спокойно. Среди участников турнира особо выделялась дзюдоистка из Алматинской области. Молодая девушка занимается этим видом спорта уже 8 лет. Выступает в весовой категории 44 килограммов. За ее плечами немало побед. От сегодняшней схватки девушка ожидает победы. «У нас дома нет спортсменов, кроме меня, но мне нравится этот вид спорта. Я хочу стать олимпийской чемпионкой, как Килдос Сметов и Азамат Кулжанов. Особенность дзюдо в красоте приемов». Громкую победу сегодня одержал и этот юноша. 20-летний Куаныш Телеулес в турнире защищает честь Козларды. Молодой спортсмен выступил в весовой категории 60 килограммов. Одержал победу над дзюдоистом из столицы. Завоевал золото. «Мой соперник был очень сильный. У него хорошая подготовка. Но я все-таки победил, потому что занимаюсь спортом уже 10 лет. Впереди, конечно, много планов. Хочу попасть на чемпионат Азии». Турнир продлится до завтра. Окончательные итоги станут известны во вторую половину субботы. По словам тренеров казахстанской сборной, данное состязание станет знаковым в юбилейный год Казахстана. Его победители еще покажут себя и прославят Казахстан. Аймамрина Жасулам Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И еще об одном. 12 сентября в городе состоятся мини-ярмарки. Магазин «Юбилейный» район автостанции «Юго-Востока», бывший «Гринмарт», «Орталык» в Пришахтинске, «Феникс» в сортировке и коммунальный рынок «Гасыр» в Майкудуке. На ярмарках можно будет приобрести мясо, овощи и молочные продукты. Цены на 15-20% ниже рыночных. О новостях на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Сау Болгстар.